В целом говоря, Ярославля это город-столица Золотого Кольца России. Здесь множество церквей, бажгатая культурная жизнь, Первый Земской театр. И в целом... О, высоком, вот и телефонный обзор. Мм, круто! А деньги будут? Нет. Ну тогда это будет честный обзор. Ну, что это за телефон? Мы с вами посмотрим. Это Honor 7X. В целом Honor 7X, линейки Huawei, можно отнести к среднебюджетным телефонам. Его цена сейчас составляет 14 тысяч рублей. И для 14 тысяч рублей многие говорили на предмет полтора года назад, что это топовые характеристики за эти деньги. Ну, кстати, насчет характеристик. Можно сразу же взять его внешний вид. Достаточно красивый, удобный черный цвет. Понятное дело, что есть другие цветовые вариации. По внешнему виду сразу стоит отметить вскругленное стекло 2,5D. И, сразу негатив, это то, что достаточно сильно выпирающая двойная камера. В чем проблема выпирающих камер? Если вы часто телефон елозите по столу, любите кидать его, есть шанс того, что поцарапается стекло. Стекло поменять на камерах достаточно проблемное занятие. И если раньше, кто бы мог подумать, что диагональ у телефона может быть такой большой. Сейчас это абсолютно никого не удивляет. И на обычном среднебюджетном телефоне уже диагональ почти 6 дюймов. Как это достигнуто? Ну, это же, естественно, модное сейчас соотношение 16 на 9. Сейчас я попробую продемонстрировать вам белый экран. Если что, все скорены и все записи с видео будут прямо в этом ролике появляться. Давайте немножко пройдемся по характеристикам. Что же говорят про один из самых топовых на период полтора года назад телефонов. И здесь у нас присутствует. Это Kirin 659. Хороший, достаточно производительный процессор. Но вместе с графическим ядром он не подходит для высокопроизводительных игр. Ну, допустим, Asphalt, может быть, Worlds of Tanks, Blitz, который есть у нас. Есть PUBG. И все эти игры на максимальных настройках на этом телефоне, к сожалению, поиграть не получится. Но, однако, здесь есть 4 гигабайта оперативной памяти. Что это значит? Это значит, что для монтажа видео, для повседневной жизни этот телефон вполне себе можно использовать. Сейчас я вам сделаю вставочку и немножко расскажу о камере этого телефона. Друзья, ну что, давайте посмотрим вообще, что умеет эта камера. Конечно же, в любой камере самые важные дополнительные режимы. И здесь их достаточно немало. Первый из этих режимов – это режим Profi. В режиме Profi вы, соответственно, можете выстраивать свою экспозицию, исходя из условий съемки. Наверное, больше всего этот режим будет востребован, если вы захотите снимать в театре, когда на сцене очень много света, а в зале достаточно темно. Обычно на автонастройках камеры, особенно у Яблофона, не справляются с этой проблемой. Следующий режим – это видео, ну, стандартный достаточно, видео Profi. То же самое вы можете выстраивать. Кстати, режима видео Profi не так много на каких устройствах он есть. На этом есть, но здесь, скажем так, он тоже достаточно ограничен, не так много настроек, как хотелось бы. То есть здесь мы выбираем условия освещенности, AF, MF, AFC, то есть это, грубо говоря, фокусное расстояние. Ну, или поправьте меня, в общем, фокусировка. И, соответственно, цветокоррекцию мы тоже можем здесь применять. Не так много, соответственно, моментов. Еще экспозиция, маточная экспозиция, либо точечная экспозиция. Следующий – это хороший режимчик HDR. Давайте попробуем с ним что-нибудь сфоткать. Режимчик-то, конечно же, хороший, но я бы не сказал, что это очень круто именно для этого телефона. Потому что фотография, ну, оставляет желать лучшего. Режим панорама, когда можно, соответственно, склеить все эти изображения. Ну, то есть вы вводите телефоном, у вас получается одно большое-большое изображение, чтобы, допустим, охватить всех гостей на свадьбе, либо на каком-либо мероприятии. Следующая функция – это свет. Здесь можно рисовать светом, делать свет фонарей, свет звезд, свет вода. То есть это фотография с большой длительностью выдержки. То есть выдержка – это может быть 5-10 секунд. И рекомендуется, соответственно, штатив для того, чтобы сделать это красиво и классно. У нас не очень получился этот режим, но сама по себе задумка очень даже хорошая. Отрезок времени – это функция, которая позволяет сделать таймлапс. Это когда мы снимаем, а видео ускоряется в несколько раз. Также есть функция замедления. Всевозможные фильтры. Дополненная реальность. Тут, наверное, мы переключимся на камеру селфи. Водяной знак очень подойдет для фотографов, которые сразу же хотят настроить, чтобы на их фотографиях были какие-то объекты, которые покажут их авторство. То есть, допустим, гео-точка здесь, да, температура. Сейчас мы с вами попробуем это все дело настроить. То есть, вот это настройки какие-то, соответственно, тут есть. Так, вот, I'm here. I'm here. То есть, допустим, свой ник написать. Либо какое-то путешествие, то есть точку, где вы находитесь. Режим «Вкусная еда», с помощью которого можно действительно делать вкуснявские фотографии. Давайте с вами попробуем съесть эту красненькую кнопочку. Ну, он должен ее подразмыть и сделать более контрастной. Ну, в общем, режим есть, и это очень хорошо. Следующий режим, который можно сделать, это аудиозаметка дополнительная и сканер штрих-кодов, либо сканер QR-кодов. Давайте посмотрим, что по селфи. По селфи можно, соответственно, сделать виртуальную реальность дополненную. Также сделать панораму, видео, отрезок времени, фильтр, наложить водяной знак. Ну и, пожалуй, тут есть, как и на многих сейчас телефонах, всяческие эффекты улучшения. Давайте сейчас отключим с вами этот виртуальную реальность, сделаем обычную фотографию. Ну и несколько фотографий сделаем в режиме «Милый». Публиковать мы не факт, что будем все фотографии, но вот так они выглядят. «Милый». Несколько слов про оболочку EMUI и вообще демонстрацию экрана, приложения. Мы сейчас как раз и посмотрим. Так выглядит наш цветастый друг. Менюшки основные. Настройки. Оболочка EMUI. Ну, когда мы теперь узнали об этом видео. На этом телефоне немножко больше, надо подвести какие-то логические итоги. У этого телефона достаточно быстрая связь. И это мы проверили совместно с сим-картой Megafon. Ну, а теперь давайте протестируем с вами скорость передачи данных на этом телефоне с помощью самого быстрого мобильного оператора в России, Megafon. Более 58 мегабит. Нифига себе, не у всех дома есть такая скорость. Что стоит отметить, исходящий канал тоже достаточно широк, 24 мегабита. Если учесть, что раньше всегда соотношение было 1 к 8, то это очень показательно. Этот телефон действительно обладает хорошей скоростью. Ну, а теперь давайте с вами попробуем посмотреть через мобильную связь наиболее большое видео. Сможет ли его осилить данный телефон. К сожалению, 4К мы здесь посмотреть не сможем, в связи с тем, что разрешение Full HD. И максимально YouTube нам даст выбор Full HD качества 1080p. В общем, с нагрузками телефон справился вполне себе достойно. Мобильная связь тоже не подкачивает. Не было лагов, ни зависаний. То есть, полноценно для того, чтобы смотреть видео на мобильной связи Megafon. Этот телефон вообще зайдет. У этого телефона неплохие характеристики. Но, у этот телефон, они подходят для высокопроизводительных игр. И, скажем так, в 2018 году этот телефон занимает хорошую, уверенную четверку. Я надеюсь, этот обзор чем-то вам помог и был полезен. Ну, а с вами был добрый Данил. Валя Вилсаком, если ты вдруг посмотришь это видео, ты не обижайся, но говорят, что мы похожи. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok